Что сажать после чеснока на следующий год? Многие огородники даже не подозревают о том, что существуют культуры, которые несовместимы между собой. Некоторые из них еще более-менее могут расти друг возле друга, но есть и такие, которые категорически не переносят соседство. Поэтому, чтобы в будущем получать стабильно хорошие урожаи, необходимо учитывать данные нюансы. Каждый огородник должен точно знать, какую культуру можно высаживать после какой. Сегодня рассмотрим, что сажать после чеснока на следующий год. Таким образом, он избавится от проблемы неурожайности. Особенность почвы после чеснока. Многие задумываются о том, что посадить после чеснока на следующий год на приусадебных участках в Подмосковье. Каждый знает, что сажать одну и ту же культуру на одном месте категорически нельзя. Нужно давать почве возможность восстановить минеральный баланс. То же самое происходит и с чесноком. Но если найти грамотный подход к посадке культуры, то каждый год можно будет получить высокие урожаи. Обратите внимание. Самое главное – планирование посадки. Нужно фиксировать, что уже было посажено на том или ином участке, а что только планируется посадить. В этом поможет блокнот с таблицей Севасмены. Так что можно садить после чеснока. В первую очередь, это бобовые культуры. Они способны быстро восстанавливать весь баланс использованных чесноком минеральных веществ. Есть такие огородники, которые постоянно на одном и том же участке поочередно высаживают чеснок и огурцы. Таким образом, огурцы обогащают почву азотом, который необходим для нормального роста чеснока. Кроме того, следует принять во внимание, что нельзя высаживать друг после друга культуры, которые принадлежат к одному и тому же виду. Например, категорически запрещается сажать картофель после помидор, морковь после укропа, а кабачки после огурцов. Это объясняется тем, что подобное чередование не принесет никакого толку, сильно истощит почву. Сажают чеснок на вопрос, можно ли сажать лук после чеснока, есть довольно простой ответ. Нет. Поскольку лук и чеснок – это растения, принадлежащие одному семейству, соответственно, они истощают почву. В первую очередь, потому что питаются одними и теми же минеральными веществами. Кроме того, их корневая система находится на одном уровне в верхних слоях земли. Также не стоит забывать о болезнях и вредителях. Овощи, принадлежащие одному семейству, уязвимы к одним и тем же болезням и поражаются, соответственно, одними и теми же вредителями. При этом не стоит думать, что после зимы все бактерии или вредители погибнут. Они спокойно перезимуют в почве и будут дожидаться новой посадки, питания для себя. Некоторые аграрии зададутся вопросом, можно ли сажать морковь после чеснока. В этом случае можно, так как корни моркови углубляются на значительную глубину, а вовремя внесения удобрений под растения не все удобрение израсходуется. Таким образом, почва обогащается. Кроме того, эти растения помогают друг другу расти и развиваться. Во-первых, чеснок защищает морковь от вредителей, в то время, как ферменты «рыжей королевы» помогают расти и развиваться зубчиком чеснока. Рекомендуется проводить чередование так называемых вершков и корешков. В этом случае минеральные вещества будут накапливаться в почве намного быстрее. Именно поэтому нужно грамотно подходить к посадке овощей на участке. Кроме того, нужно высевать качественные семена, при этом учитывать их сроки хранения и всхожести. Какие овощи лучше растут после чеснока? В большинстве случаев смена одной культуры другой происходит незамедлительно. Следует учесть, что озимый чеснок собирается еще в июле. Поэтому уже в августе можно иметь свежую зелень на столе. До конца сезона можно вырастить еще один урожай. Но что можно сеять после чеснока сразу же после сбора урожая? Важно! При подборе заменителя чеснока следует учесть тот факт, что эта культура очень специфическая, поэтому список последователей будет очень скудным. Кроме того, сажать чеснок после чеснока, а также лук нельзя. Перед возделыванием почвы после чеснока нужно учесть и то, что культуры, которые можно высаживать после чеснока, делятся на две группы. Те, которые можно высаживать только весной, те, которые можно посадить немедленно. После того, как урожай чеснока будет собран, земля не должна лежать впустую. Ее можно засеять зеленью, шпинатом, салатом. Выбирая культуру, нужно учитывать ее вегетационный период. Если посадить на грядке нечего, то можно посеять сидираты. В следующем сезоне на чесночной грядке можно посадить такие культуры – картофель, клубника, помидоры, огурцы, свекла, тыква, перец, морковка. При посадке свеклы и капусты нужно учесть, что они не совсем приемлемо относятся к почве после чеснока, но, тем не менее, будут неплохо расти на этой грядке. Кроме того, успешным будет посев зелени. Посадка свеклы к тому же если чеснок высаживать в открытом грунте вместе с перечисленными выше овощами, то он будет служить для них. Защитой против нашествия вредителей. Не переносят эту культуру такие насекомые, как, тля, медведка, морковная муха, личинки майского жука, колорадский жук. Летом молодой чеснок может послужить защитой даже против некоторых болезней. Например, черной пятнистости, мучнистой росы, серой гнили. Кроме того, эта культура отлично поможет расти и развиваться цветам в саду. Очень полезно высаживать его по соседству с – розами, гладиолусами, гвоздиками. Если розы обрызгать чесночным раствором, можно избавиться от насекомых, паразитирующих на этом цветке. Такие цветы, как календула и цикорий, наоборот, защищают овощ от нашествия вредителей, таких как луковая муха. Неплохо соседствуют овощи с хреном, они приносят большую пользу друг другу. Луковая муха клубника, посаженная рядом с грядкой чеснока, будет расти здорово и не пострадает от грибковых заболеваний. Но в этом случае и чеснок будет иметь пользу от подобного соседства, так как клубника поспособствует развитию крупных головок у овоща. Сидериты, такие как пшеница, рожь, ячмень, рекомендуется сажать как до посадки чеснока, так и после него. Они своими углубленными корнями отлично вспушивают землю, при этом обогащают ее полезными веществами. Важно! Сидераты лучше всего выращивать сразу же после сбора урожая, поскольку уже к осени они полностью подготовят грунт к посадке овощей в следующем году. При этом проводить дезинфекцию почвы нужно обязательно. Как видим, зимний чеснок – это культура, которая помогает некоторым растениям развиваться и плодоносить. Поэтому специалисты рекомендуют высаживать овощи шахматным порядком, включая сюда эту культуру. Всем известно, что чеснок очень полезен для человеческого организма, и это преимущество не единственное. После сбора урожая можно смело сажать другие овощи, исключив лук. Но нужно правильно подготовить площадь под новый посев. В первую очередь, почву тщательно перекапывают, параллельно обрабатывая ее медным купоросом, фунгицидами и инсектицидами. Естественно, что нужно внести удобрения. Только после проведения этих работ можно считать, что площадь готова к принятию новой культуры. Возделывая огород, нужно принимать во внимание, что севооборот – это самый важный фактор для получения высоких урожаев. Почва должна отдыхать и набираться сил, но вместе с этим не пустовать. Какие овощи нельзя садить после чеснока? После того, как выяснили, что можно посадить после чеснока, а также что хорошо растет с ним в качестве соседа, можно поговорить о том, чего все же нельзя сеять на грядке после этого овоща. Естественно, что любое растение не погибнет и даже станет плодоносить, но этот урожай будет значительно отличаться от ожидаемого. Итак, на грядке, где рос чеснок, ни в коем случае нельзя высаживать, повторно чеснок или лук, рядом с этой грядкой неважно себя будут. Чувствовать горох и фасоль. Естественно, подобная посадка не имеет категорического запрета, но все же лучше воздержаться, особенно если огород большой и хватает. Места для посадки разных овощей, не стоит делать заменителем и капусту. Она хоть и будет расти, но не принесет ожидаемых результатов. Ее все же лучше заменить каким-то другим овощем. В принципе, после чеснока можно посадить любые овощи, особых ограничений нет. Все же желательно высаживать культуры таким образом, чтобы они не мешали друг другу, наоборот, приносили пользу. На заметку. Если же огородник хочет, чтобы его грядка выглядела как на картинке, то придерживаться рекомендаций опытных специалистов желательно. Тем более, что данный овощ используется на каждой кухне в качестве приправы. Если его правильно сажать, то можно снизить затраты времени и усилий на уход за этим растением. На практике большинство огородников не используют препараты для уничтожения вредителей и для профилактики заболеваний растений, если во время возделывания огорода все делают правильно. И при этом имеют отличные урожаи. Особенно нужно проявить подобные знания тем, у кого приусадебный участок совершенно маленький, и на нем все практически высаживается вплотную. Еще о севообороте. Севооборот – это очень значимый процесс для выращивания овощей. Поэтому необходимо знать, какими особенностями обладает то или иное растение, и какой должна быть ротация в отношении их. В частности, нужно знать, что посадить после лука и чеснока. Подобная наука очень проста, изучать ее не нужно годами. Просто огород нужно разбить минимум на 4 части или на кратное 4 число. После этого необходимо запланировать севооборот на несколько лет вперед, учитывая то, что ротация одного овоща длится на протяжении 4 лет. То есть, если на первый год на грядке был посажен чеснок, то на следующий год нужно посадить клубнику, после нее морковь, а затем капусту. Только на пятый год на эту грядку опять можно высаживать чеснок. Весенний посев исходя из этого, севооборотом называется перемещение овощей из одной грядки на другую. При этом нужно учитывать как весенний посев, так и осенний. Главная задача огородника – получить максимальный урожай, не используя минеральных удобрений и пестицидов. Также использовать вторичные культуры, которые после посадки чеснока восстановят почву и создадут все условия для выращивания овощей. При этом, если принять во внимание многолетние культуры, то для них севооборот не нужен. Если проводить регулярные смены посадок, то таким образом можно без использования различных химических препаратов предотвращать поражение растений вредителями и болезнями. Поэтому нужно высаживать на замену одному овощу другой, совершенно ничем не похожий на предыдущий. Например, если чеснок на грядке болел какой-то болезнью, то следующая капуста этим заболеванием не будет болеть. Поэтому ротация овощей нужна для того, чтобы почва была всегда здоровой, противостоять заболеваниям и вредителям, определить, какой срок более правильный для вторичной посадки овоща на грядке. Важно! Чеснок рекомендуется высадить после шпината, редиса, бобовых, огурцов, помидоров, капусты позднего сбора урожая. На заметку! Один интересный факт о чесноке. Этот овощ относится к семейству лилейных. Чеснок лучше всего удобрять органическими удобрениями, такими как сухой навоз, компост, но при этом нельзя использовать свежий жидкий навоз.